Приз главы региона обрел новых хозяев. Во вторник состоялась очередная игра КВН в рамках второго ежегодного кубка губернатора. Пошутить ребятам предложили на серьезную тему. Открылась бездна, звезд полна. Весь турнир 2015-го посвящен году литературы. Игра вызвала небывалый ажиотаж среди ивановцев. Вот только билеты достались не всем. Это было ужасно, билетов вообще было не достать. Я узнала про это поздно, даже тех, кто узнал про это рано, первый раз такой, что билетов вообще не было. Шла просто отдохнуть, потому что учеба, летние практики, сессии всякие, очень часто. Шла отдохнуть и очень расстроена. Я спрашивала во всех вузах, во всех правкомах и, к сожалению, и среди друзей, и среди КВНщиков. И, к сожалению, так получилось, что билетов было не достать уже, не знаю, можно сказать, неделю назад, потому что я хватилась не так уж и поздно. Я уже очень много раз ходила на КВН и ни разу не возникало таких трудностей. Тех, кто все-таки смог приобрести билеты, ожидало много сюрпризов. Поклонники команды «Триот» и «Диот», ставший чемпионом высшей лиги в 2012 году, сразу узнали ведущего шоу Ивана Палагина. Перед началом мероприятия он признался нам, что КВН для него больше, чем просто игра. Это игра, которая не отпускает. Именно поэтому в этом году состоялось такое мероприятие, как Кубок выпускников. Команды, которые уже давно вроде как не выходили одной командой на сцену, при этом они участвуют в различных других проектах. Даже они сказали, что, конечно, КВН не отпускает и хочется вернуться туда снова. В Кубке приняли участие семь команд. Каждая показала свой собственный взгляд на юмор, но все без исключения шутили о политиках, коррупции и протезамещении. Команда КВН «Рубрика Кубрика» из Ивановского государственного университета затронула историческую тему. Ребята разыграли миниатюру, где главными героями оказались Яков Горелин и Дмитрий Бурылин. Это что за остановка? Это, это, ну, все тут логично. Я шел, там молодежь стояла, рэп читала. Я и назвал улицу «Рэпфаковская». Ладно, допустим, «Рэпфаковская», но это окраина. А вот центр города, лицо города. Это что за бульвар? Какой? Никакой! Никакой, Яков Петрович! Другая там буква! Все ходят и ржут. Ты что, совсем? Нас назвали на редакторе смесью космоса и кефира, но неправильно. Мы нечто свое, совершенно своеобразное, такого еще не было и никогда не будет, потому что нас выгонят вообще из КВН навсегда. За команду КВН «Холостяки» играет студент Политехнического университета Егор Куков. Молодой человек стал известен тем, что прошел в полуфинал шоу «Камеди Батл». Его коллеги не упускали возможности пошутить и над этим. О, это же Егор Куков из «Камеди Батл». А говорят, телевизор полнит. А говорят, что вы, не смешно. Егор, ну и как там шоу-бизнес? Да как во всей России, все через... Так, стоп! Это не ТНТ, здесь нельзя такое говорить. И все же, несмотря на звездный состав, первое место ребятам так и не досталось. Они стали третьими. Помимо диплома получили сертификат на 20 тысяч рублей. Команда рубрика «Кубрика» вторая. Для них 30 тысяч. А вот Кубок победителя вместе с сертификатом на 50 тысяч рублей забрали студенты Химико-технологического университета. Это победа для них. Первая в Ивановской лиге. Мы очень долго к этому шли. Мы очень рады, что вы победили на этой игре. И спасибо всем остальным командам, что приняли участие в этом фестивале, в этом Кубке губернатора и составили нам хорошую конкуренцию. Просто спасибо им всем. Готовиться было, скажем так, привычно уже, потому что у нас КВНовская жизнь довольно насыщенная. И как перед обычной игрой мы собирались, писали, не писали, спали, не спали, то есть репетировали. И все в постоянном. Вот такого вот. Главный сюрприз организаторы оставили на десерт. Пока члены жюри решали, кому же отдать кубок, на сцену ЦК и О вышла команда КВН, детективное агентство «Лунный свет», финалисты высшей лиги прошлого года. Свою знаменитую конфетную песню ребята переделали специально для Иванова, что стало для зрителей приятной неожиданностью. А на бэк-вокал КВНщики позвали девушек из зала. Пока в современнике не начнут снова показать фильмы. Ну, люди эту песню хотят слушать, а в том виде просто повторять ее, как она была по телевизору, не очень интересно. Наверное, ни нам, ни зрителям. И решили адаптировать, чтобы и людям интереснее было. И это не занимает много времени. Ну, все равно в голове мысли, когда едешь, нужно придумать так. Нужно найти какого-то местного человека, спросить, как у вас тут что называется. КВНщики рассказали о том, что когда-то и сами играли за сборную университета. Нынешний состав команды, двое человек, сформировался в 2011 году. Несмотря на значительный опыт, ребята, не стесняясь, говорят о том, что каждое выступление для них очень волнительно. А на вопрос, как же справляться с мандражом и трясущими соколенками, ответили со свойственной им иронией. Если оно не мешает, то, что ты вообще говорить не можешь. Мы когда играли первые игры в высшей лиге, мне режиссеры говорили, может тебе таблеток каких выпить, чтобы ты это еще что-то. На самом деле это адреналин, это движение вперед, ты всегда в тонусе, на взводе. Это очень круто, это дает энергию, и когда все начинает быть смешно, это только поднимает тебя. Все волнуются, на самом деле. Кто не волнуется, тот дурак. Вы волнуетесь сейчас? О, видите, работа. Все волнуются. Значит, вы все правильно, значит, переживаете за процесс. Следующая игра Ивановской лиги состоится в ноябре, а лучшую команду по итогам сезона 2015 определят в феврале на финальном шоу. Полина Понасицкая, Денис Денисов, РТВ Иваново.